Музыка Быть не такими, как все, было непросто во все времена. Однако, если раньше в обществе тема инвалидности была табуирована, сейчас об ограничениях речь не идет. Мальчишки и девчонки ведут активный образ жизни, участвуют в спортивных соревнованиях и творческих фестивалях. В этом году фестиваль детского творчества «Кугаршин», который проходит ежегодно под эгидой детского фонда, отмечает свое 15-летие. В рамках празднования такого большого юбилея мы сделали новую номинацию, которая называется «Шинжериткен». В этой номинации принимают семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями. Сегодня своеобразный вечер признания, вечер чествования тех, кто не сломался, кто назло всем препятствиям идет вперед, кто позволяет ребенку жить полноценной жизнью, говорит о том, что жить стоит, если есть любовь. На сцене концертного зала образовательно-досугового комплекса «Кайнар» финалисты номинации «Шинжериткен». Эти восемь семей уже смело можно назвать победителями. Они не замкнулись в тесном кругу своих близких, родных. Они решились показать детям все краски жизни, все возможности сделать свою судьбу яркой. В конкурс мы предоставили портфолио, где собрали все фотографии, семейные фотографии, фотографии, где Нурбулатик занят делами, помогает по дому, фотографии, где мы были в заграничных поездках, в Турции, в Эмиратах. И сочинили стихи там под каждую группу фотографий. Мы сочинили стихи, разукрасили все так красочно. Но нам самим альбом очень понравился. Сегодня мы будем представлять свою семью гостеприимную, сыграем на гитаре, споем песню. Родители делились с окружающими своими секретами семейного счастья, а также рассказывали, как проводят свободное время вместе. Наша семья Бабаковых, мы финалисты данного конкурса, мы готовили портфолио, соответственно, нас отобрали, и вот сейчас мы будем присутствовать здесь на конкурсе. В семье нас 4 человека. Все присутствуем здесь. Участник является вот Бабаков Даниил Олегович, наш сынок, он непосредственно фигурант данного конкурса. Ну и мы, соответственно, к нему приложение, вся наша семья. Мальчик обучается на дому в 17-й школе, посещает ДРЦ Олем. Наше хобби семьи, ну не альпинизм, а горные походы. И поэтому стараемся каждый год с семьей выходить в горы. Не всегда, правда, получается, потому что иной раз отпуск и выпадает, и на зимнее время года. Ну а так, раз в два года, это стабильно, мы выходим в горы. И мы сегодня будем представлять эти горные походы. Потому что, начиная с подготовки, это составляется нитка маршрута, все вместе, меню, это тоже, потому что кто-то ест в томатном соусе, кто-то в масле. Ну а после похода выпускаем стенгазету о походе. В жюри предстоит непростая работа выбрать лучших из лучших. Результаты будут оглашены 4 ноября во время финального турнира. В этот же день пройдет традиционное награждение победителей фестиваля АКО Гершин в трех номинациях – прикладное искусство, литературное творчество и изобразительное искусство. Редактор субтитров А.Семкин